Всем привет! Днепр на связи, 2 марта, 15.50. Ну что, друзья, продолжается наш день. Для области он спокойный, был сигнал воздушной тревоги, но у нас тихо. Сообщалось, что под обстрелом вновь Покровский район Донецкой области, Купинский район Харьковской области. Туда прилетают как ракеты, так и управляемые авиабомбы. В общем, там людям сейчас не сладко. Не сладко и одесситам в городе завтра объявлен траур. На данный момент только что стало известно о том, что из-под завала достали пятое тело. По сообщениям от спикера МЧС Одесской области, есть информация, что под завалами еще могут пребывать порядка 10-12 людей. Неизвестно, сколько будет продолжаться операция по спасению и поиску людей. Указывается на то, что перекрыта часть дома. Также соседние дома сейчас находятся без света, воды. Плюс школа, детский сад. В общем, все там отключено, чтобы не было взрывов, возгораний и так далее. Коммуникации отключены. Ну и, друзья, в сети появилось видео. Видео выложено в ТикТоке, распространено одесскими блогерами, плюс одесскими СМИ. Как указывает автор видео, это момент прилета по дому в Одессе. Я не одессит. Я не могу сказать достоверно это видео. Там не видно даты. Кто местный. Думаю, те люди не смогут сказать, тот это дом или нет. На видео отчетливая молодая пара. Отчетливо слышно, как летит беспилотник. Девушка просит парня, уйди, уйди. Он говорит, там над нами не собьют. Она там так тихо говорит, ну на Высоцкого же сбили. По-моему, Высоцкого, возможно, другая улица. Парень снимает, снимает. Гудит беспилотник. Затем беспилотник. Ну, как это в момент прилета, да, идет снижение. Резкий звук и взрыв. То есть, если следовать этому видео, можно увидеть, что это... Прямое попадание беспилотника в дом. Видео здесь YouTube не пропустит. Размещу в Телеграме. Кто местный, где ситы. Посмотрите, действительно ли этот дом куда прилетело. Если так, то это прямое попадание. В сети уже разгорелся целый скандал. Потому что люди разделились на тех, кто считает, что это прилет после работы ПВО. Другие ряды вам видео. Кто-то пишет, что эта работа РЭП заглушила беспилотник. Один человек привел пример, что вот у него рядом с домом так беспилотник упал прямо на дорогу и не взорвался. Упал сам. То есть, вы, наверное, глушили. Ну, вот такое мнение. Ну, то видео, которое я выложу в Телеге, там отчетливо видно, что это прилет в жилой дом беспилотника. Вот такие дела. Тогда вопрос еще один. Почему глава областной военной администрации Одесской области сказал, что были сбиты все беспилотники. Эта информация разошлась информацией от городской администрации, которая сказала, что было сбито 7 с 8. Возможно, тогда некомпетентные власти областные. Как тогда доверять официальным источникам? Пишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо за понимание, за поддержку. И до нового выхода на связь. Субтитры сделал DimaTorzok